Всем привет, с вами Кстрян, и я продолжаю проходить Народная Солянка с Объединённым Паком 2. Это уже восьмая часть, и продолжаю я снова в подземельях Агроброма. Первый раз мы заходили в подземельях Агроброма, чтобы найти Тайник Стрелка. Во второй раз я зашёл, чтобы убить и расправиться с Фраером, у которого находится ПТА. Который нам нужен по квесту, естественно. Вот он сидит, ни о чём не подозревает, мы его убиваем, и можно спокойно его искать. Как видите, экзоскелета при нём я не нахожу, хотя он должен быть. Забираем ПТА, забираем ПТА именно Фраера. И на этом миссия наша выполнена. И теперь нужно найти человека, которого ПТА военного. Вот так вот будем искать. Ну, в подземельях Агроброма нам больше делать нечего, и пойдёмте искать Тайники Коллекционера. Тайник Коллекционера и Тайник Ости, насколько я помню. Или нет, нет, Тайник Ости нужно ещё сдать. Это нужно идти в бар. Ну что ж, будем тогда искать Тайники Коллекционера. Ну что ж, выбрался я из подземелья Агроброма, переигрывал много раз, и наконец-таки я выбил себе бандейский экзоскелет. Ну что ж, теперь давайте искать Тайник Коллекционера. Вот листок блокнота, и тут написано, в Агроброме. В районе сломанного БТР, что он дороги от НИИ. Давайте посмотрим. Да, что-то есть. Да, вот он, Тайник, и тут мы находим патроны, листок блокнота и снежок. Причём, артефакт очень даже хороший и полезный, только как от этого выбраться. Вот. Выныриваем. Оп. Снежок себе сразу же вешаю на пользу. Кстати, теперь мы можем чуть ли не бесконечно бегать. Это радует. Ну что ж, теперь давайте искать следующий Тайник. Опять на Агропроме. Давайте тогда искать. Ну что ж, ещё один Тайник Коллекционера я тоже выявил. Из всех перечисленных вариантов у меня находятся на дереве в лесочке, где спуск в подземку. Вот так вот. Кстати говоря, кто не знает, где искать, ну где вот эти места находятся, появление Тайника, вот на предполагаемых вариантах, то пишите об этом в комментариях, чтобы я сделал отдельное видео по этому делу. А насчёт моего Тайника покажу вам следующее. Забираемся по этому дереву, перепрыгиваем на следующее. Тут мы видим ветку чуток пониже. Забираемся по этой веточке и нужно перепрыгнуть на следующую ветку. Вот этого дерева, видите, не получилось. Сейчас ещё раз попробую. Так, вот так. Всё, получилось. Вот он наш Тайник и смотрим, что тут у нас. Хеклер Кок у МП-45. Патрончики к нему. Ну, артефакт-узел, который даёт нам радиацию. Минус к удару и взрыву 15%, зато плюс 10 в пулестойкости. Конечно, артефакт такой специфический. Теперь нужно искать Тайник коллекционеров в подземелях игропромов. Тайники. Короткие. Ну, короче говоря, будем искать. А касаемо вот этой темы, которую я затронул при поиске вот этого Тайника, я сделаю опрос в своей группе. И ссылку на опрос я тоже укажу. Поэтому голосуйте, если хотите. Ну, мне кажется, наверное, многие захотят увидеть возможное появление вот во всех этих местах. Я вам покажу и расскажу, как что сделать. Вот так вот. А теперь отправляюсь искать Тайник в подземелях игропрома. Да кровососа не будет. Хе-хе. Ну что ж, как можно заметить, я уже в подземелях игропрома. И давайте искать Тайник. Точнее, я его уже нашел. Он находится в вентиляционной коробке. И давайте посмотрим, что в нем лежит. Вот так забираемся. Он должен находиться наверху. Подпрыгиваем. Хватаем и смотрим. Рекомплект для оружия и брони. Хайдрошок патроны. Ух ты. Какой артефакт. Кровоотечение минус. 900%. Химический ожог плюс 35%. Ой-ой-ой, опасно. Рука карлика. И листок блокнота. На свалке. Рядом с руинами. Что вблизи блокпоста? Долго. В руинах что вблизи? Рядом и в руинах. На склоне фонящего холма. О. Ну, поищем, поищем. А вот этот артефакт, который я сварил с люда, я положу, пожалуй, в тайник, а вот этот повешу на пояс. Вот такие дела. Ну что ж, теперь отправляемся на свалку. Теперь отправляемся на свалку. Там появляются... Должны появиться очень хорошие люди. И будем искать заодно тайнички. Отправляюсь тогда уже с вами на свалку. Ну что ж, добрался я до свалки. И теперь давайте поговорим со здешними обитателями. Первый из которых это... Кулинар. Артёмка. Приветствую, чего желаем. Я смотрю, вот тут целый бар организовали. Забегаловка в метре от радиоактивных, куча мусора. Ничего себе. И что, другого места тут нет? Я понимаю, может ли ты такой крутой бегаешь сутками по зоне? А вот представь, не все так могут, особенно новички. Для некоторых до свалки дойти уже подвиг. Сам-то уже забыл, с чего начинал. Эх, что верно, то верно, память уже не та. Только смысл вам тут кучковаться-то? В паре километров, говорят, бар есть. Там и продукты получше, арсенал можно пополнить. А тут... Варьё да бандиты шарятся. Да и вояки вас своими рейдами достанут. Бар-бар, ну и... Ты что, забыл? Туда хрен попадёшь, если о тебе хотя бы десять раз в новостях не писали. Там народ серьёзный, с милюзгойт саскаться не будут. А тут вот они сами по себе хозяева. Кто продуктами затариваются, кто артефакты продаёт. Ну ты понял. Лягушат не для тех, кто в зоне ребёнок ещё. Бандиты. Не боись, тот серым порядочную трёпку задал в прошлый раз. Да и ты, говорят, ему помогал. Так что долго они сюда не сунутся, а военные... Придумаем. Я такое вылечить не смогу. Это тут пока народу мало, а потом, глядишь, может... Сможем и дать им хороший отпор. Я не знаю, что со мной завтра будет. А, только что будет, если они вертушки вызовут. Ладно, разбирайте сами. Слушай, а что-то вдруг у тебя... Благородство такое новичкам помогает. Природа у меня такая, воспитали меня так. Я ведь, когда на большой земле раньше жил, поваром работал. Ну, а остатками обеда кошек собак кормил. Отушляются по улицам, голодные, ободранные. Сердце так и ныло. А в зоне, сколько собаку не кормить, всё равно пси ударом бьёт. А кошек как-то прикармливать не хочется. Решил водить вору, это подкармливать патронами, едой. У меня за периметром есть кое-какие завязки, продукты и снарягу доставляю. Да и сам себя не обижаю. Не в убыток работаю. Переварил. И сердце с душой спокойно, и кошелёк не в обиде. А ещё с кем советуешь тут пообщаться? С кем? А вот Витёк Ворон, тут у нас есть такой интересный человек, между прочим. Ворон, интересная кличка. И чем же может быть интересен? Не над твоей мордой. А он вообще интересный тип. Вроде как новичок, а порой такие экземпляры вооружения притащат, диву дашься. Бывает, пропадёт на несколько дней, и никто не знает, куда он смылся. А потом вернётся, не малейшие царапины на нём. Странно, конечно. Словно зоны, но только ему в понятном языке говорит. Знаешь, кому ещё так же комфортно тут в зоне? Воронам. Какое-то чутьё у них на аномалии, всякие возмущения. Всё облетают, держатся, держатся повыше. Жрать им тоже есть что. Свежие трупы в зоне, регулярное явление. Вот Витёк ко всему приспособился, и кличка прилепилась к нему. Может, найдёшь? О чём с ним можно поговорить? Понятно. Да, любопытный персонаж, любопытный. Спасибо за информацию, пойду я. Что-то ты слишком худой кулинар. Худой такой. Уж не варен ли ты часом? Да не, просто тушёнка бутерброда с колбасой приелись уже. Наш воротит. Хочется уже чего-нибудь нормального. Она как на большой земле. Ну так приготовь, ты ж повар. Или разучился уже, пока в зоне обитал. Так было бы, с чего бы. Слушай, меченый, ты же уже сталки ропотный, тёртый. Тебя к бармену пропустят, у него продуктов угу-гуа. А у нас шаром покатим. Я бы сам сходил до лагеря, не на кого оставить, выручишь. За мной не заржавеет, да и ребята скинутся. Ну допустим, и что же мне вам притащить? Ананасы и рябчиков. Так у меня бабла на них не хватит. Не смешно, притащи нам хотя бы мешок риса. Я тут на днях вспоминал, как плов на свадьбе у друга кушал. Чё сляной не подавился, да и морковки для заправки. А на мясо тушканчиков пустим. Их тут хватает. Я вам не грузчик и не курьер, чтобы мешки тяжеленные по зоне таскать. И не надо просто намекнуть бармену. Он потом нам постоянную доставку организует. Ладно, намекну, но на дальнейшие переговоры не рассчитывайте. У меня своих дел хватает. Вот так, теперь давайте поговорим с Витьком Вороном. Что там он интересное нам хочет рассказать. Сломалось что-то? Что надо? Привет. Да вот осматриваюсь тут. Уютное вы местечко выбрали. Местечко в самый раз. Эм, я смотрю, ты не сильно общительен. Чем занимаешься тут? Не люблю болтать в пустую, предпочитаю. Дело словам. Дело для меня оружие, хорошее, интересует. Куда ж в зоне без него? Чем можешь порадовать? Пока я тебя не знаю. И ты меня не знаешь. Так что не рассчитывай на гибкую систему скидок и навороченный товар. Сурово, но давай посмотрим. Эээ, нет. Сначала докажи, что достоин. Здесь на свалке появилась большая стая бешеных псевдособак. Эта стая я загрызла уже несколько новичков, пришедших с кордона. Нужно с ними разобраться. Если справишься, то заслужишь уважения для всех нас. Собачки. Раз, плюнут. Где последний раз видели стаю? Ты не зарекайся. Мы слышали недавно лай возле ЖД тоннеля. Сади, проверь. Хорошо, амиго. Будут проблемы, пожелай они. Ну что, где эти собачки? Сейчас мы их всех поубиваем. Так, убивают сталкера. И мы тогда можем спокойно кидать, а не, не можем. Так, более-менее сейчас. Нормально. Опа. Уже с этой стороны зашли. Что творится? Ой-ой-ой. Не говори. Я бы вам не рекомендовал употребление. Так. Ну еще. Так, что ты там по мне стреляешь? Поаккуратнее тут на поворотах. Так, вот все. Опа. Опа. Твою. Бежим. Здесь, надеюсь, не достанут. Хотя достанут все равно. Кулинар, зря ты расслабляешься. Там еще такое стадо, я тебе говорю. Опа. Опа. Бежит. Да, братишка. Прикрывайте меня. Так, пора уже заряжать картечную этого пса дикого. Да, ворон, ну ты задал задачку. Собак пострелять. Да. Ладно, как говорится, с горем пополам. Сломалось что-то? Так, ворон. С собаками покончено. Можешь за сталкеров теперь не волноваться. Хорошая новость. Спасибо, что решил эту проблему. Вот тебе за труды. Если еще патроны нужны будут, обращайся. Благодарю. И дал нам оружие вепрь, карабин. И патрончиков к дроби. Спасибо. Будь здоров, парень. А теперь отправляемся к прапору. У него там тоже есть пару квестиков. Насчет частей монстров. Ну что ж, тогда заглянем к нему. На, огонек. Особо расслабляться тоже не стоит. Потому что у нас еще одно задание тут намечается. Прямо с темной долины. Всем прием. Говорится, стало долго на свалке. Из темной долины, по направлению к бару, идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. Ну это меня радует. Ну что ж, отстреляем тогда нечисть. Ну насчет того, чтобы заплатить, у меня имеются документы с игропрома. Поэтому платить мне не придется. А насчет всего этого, давайте поговорим с прапором. Ну что прапор? Как ты там поживаешь? Стой, сталкер. Дальше нельзя. Почему? Ну дальше находится наша территория базы группировки Долг. И мы очень придирчиво выбираем тех, кого пропускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Мне надо пройти, у меня есть дело к бармену. Да, бармен сообщил нам о тебе, можешь пройти. Спасибо тебе, что помог отбиться нам от кабанов. За услугу возьми заслуженную награду, спасибо. Ну что прапор, как служба? Слышь, меченый, дело есть. Мы тут вчера бандита поймали. Так, вон у него с собой рюкзак был, а в нём ПДА чей-то. А мне-то какое дело до этого? Ну ты вроде как любишь свой нос в чужие дела совать. Да я за так тебе его отдам. Только это, нам аптечки нужны научные. Сколько? Давай двадцать. Много? Ну давай хоть десять принесёшь. Ну ты ж матья, разы ПДА, который, похоже, ещё не работает. Десять научных аптечек, ну ладно, принесу. Десять научных аптечек я уже купил у Адреналина, поэтому давайте их отдадим прапору. Принёс у тебя аптечки. Спасибо, меченый. Я же не для себя, а вон для людей своих. Воронин жмот выделяет, да нихрена он не выделяет. Как хочешь, так и крутись. А парням лечиться-то нужно. Вот, держи ПДА. В нём, походу, и правда не работает. Ну, сходи к бармену, говорят, он двух мужиков приютил у себя. Так те могут отремонтировать тебе всё, что угодно, лишь бы водка не кончалась. А глаза плоти тебе для чего? Со здоровьем у меня не лады. То ли климат здешний не подходит, то ли ещё что. И, короче говоря, чтобы ему нужно подлечиться, нужны глаза плоти. Вот, тебе четыре глаза плоти, а как спина. Передвигаюсь кое-как. Только что на тележке не езжу. Ну, что там с глазами? Ну, вот они, родимый, на тебя смотрят. Получен новый артмод. Что, настойчика не помогла? Пёс его знает, надо ещё попить. Тут недавно пуля заходила. Он говорит, что мазь делается и щупальца в кровососы. Она точно помогает. Может, возьмёшься, добудешь три штучки. Не обижу. Щупальца, блин, попробую. Ну, ты как? Смотрю в боевом положении. На тебя вся надежда и домашь чудодейственная. Ну, бери щупальца. Ну, по-моему, ты только хуже сделаешь. Куда уж хуже-то. Может, поможет. Давай, ПДА. Я перекачаю информацию преобразования в Увертоспышку. Ну, поправляйся. Доброго здоровичка. Как ты? Ты знаешь, мазь помогла. Теперь нужно ноги в тепле держать. Поэтому нужны... Хвосты псевдо-собак. А за это я тебе бусы бабки Бюрера подгоню. Да эти хвостов тут как грязи. Принесу, не беспокойся. Вот и как. Смотрю в боевом положении. Но это немного на погоду. Тепла просят. Вот твои хвосты. Мне как раз заказывали бусы бабки Бюрера. Бери, бери. Хорошему человеку не жалко. Ну вот. С квестами от прапора разобрался. Теперь можно бусы бабки Бюрера повесить. Которые не потеряли свои хорошие свойства. Вместо чего можно повесить даже. А я даже и не знаю. Вот можно вместо маминых бусов. Которые я в забытом лесу нашел. А вместо электрошока можно. Ну что ж. Теперь отправляюсь я и на поиски тайников коллекционера. Кстати говоря, долго искать не пришлось. Поэтому сейчас вам покажу тайничочек. И так. На склоне фонящего холма рядом с блокпостом долго. Вот он мой тайник. И как видите. Это место для поисков мало. Поэтому сужение поиска так сказать. И вот мы находим баллон. С огнесмесью. Листок. И гранатовороненок. Забираем. И из того что тут фонит. Очень добротно уходим. Так. Смотрим в баллокно. Листочек. Здесь тоже не вариант. Переложил в другое место. Ооо. А тут-то теперь побольше-то придется. Ой-ой. Ну что ж. Придется опять-то поискать. Опять приступаю к поискам. Ты не как коллекционера. И кстати говоря. Пока далеко не ушел. Мы сейчас выполним задание Акима. Найти его документ. А находится он вот здесь. Забираем. А вот теперь точно иду искать. Опусти оружие. Танечочек коллекционера. Ну что ж. Нашел еще один тайник коллекционера. Че стоишь? Он рядом с блокпостом долго. И давайте сейчас я вам его покажу. Здесь очень много радиации. Сразу предупреждаю. Но. Что не сделаешь ради тыника коллекционера. Ой-ой. Ловите. Уже наглотался нехило. А нужно бежать именно ровно вдоль забора. Чуть влево-вправо отклонитесь. Все. Хана. Так. Довольно-таки труднодоступный тайник. Хотел бы вам сказать. Находится он в этом кустике. Вот он. И тут мы находим снайперские патроны. Чертополох. Гранату снежок. И листок блокнота. Забираем это все. И уматываемся. Уматываемся вот таким макаром. Давайте посмотрим на этот самый чертополох. Где он? Пулестойкость минус 4%. Разрыв электрошок в плюс. Ну, пока что мне вот такой артефакт не нужен. Поэтому по берегу. Пускай будет. Положу его в тайник. Ой, а это что такое? Какую-то аномалию лифта я попал. Ну, что ж. А под конец я, наверное, хочу устроить час ужаса. Но хочу, чтобы никто при этом не пострадал. Потому что, когда я здесь забирал документ и собирался уходить, то прибежал кровосос, который при убийстве его появляется аномалия. И вот погубил одного долговца. Вот не хочу, чтобы подобного произошло. Поэтому подожду время, когда наступает час ужаса. И, собственно говоря, будем убивать зомбаков и всю нечисть, которая должна быть началась. Эти места хорошие, но довольно-таки. Давайте, давайте. Вземь. Погубил. Выбав. Погубил. Погубил. Выбав. Ну, но. Субтитры сделал DimaTorzok Слово у нас с часом ужаса, а я тут уже, видите, место какое подобрал хорошее, чтобы от зомби отбиваться и отстреливаться от кровососов, которые на нас нападут. Вот так вот. Ну что ж, мимо проходил. Ну, показывай, чем зона наградила. И заглянул к Акиму. Нашел я для него документ на свалке. И теперь давайте его отдадим. Блин, нашел. Но сколько мне пришлось своей задницей рисковать. Короче, держи документы и о награде не забывай. Ге, а что, задницы рискуют? Да, и в каком дерьме ты их испачкал? Я же говорил, что на крыше они в навозной куче. Рискуют. Хочешь попробовать и почувствовать, как это происходит? Навозной, говоришь? Да ты бы еще не в такую кучу залез, если бы сам пошел их искать. Ладно, ладно, я пошутил. Держи свою награду. Дал нам три тысячи и два антидода. Кстати, эти антидоды очень дорого стоят. Шесть тысяч, можно двенадцать тысяч заработать. Вот так вот. Привет, это я опять. Финансы нужны. Собираюсь в дальний поход, а бармен ничего за так не дает. Я тебе тоже не Сбербанк. Кредиты не выдаю. Однако твоя помощь не нужна. Те доки, что ты мне принес, это только первая часть полного документа. Есть еще и вторая часть. О, опять за старый туалет и бумагой отправишь? Ты правильно понял намек. Невероятно. Я вижу своими глазами, как ты из обезьяны превращаешься в человека. Послушай, потомок Дарвина, я сейчас сделаю наоборот. Я тебя из человека обезьяну превращу. Только сейчас ножичек подточу. Где искать вторую часть документа? Что-то юмор у тебя плоский. Искать нужно подземелье агропрома. Ладно, постараюсь найти. Но это задание ты оценишь подороже. Вот так вот. И тут еще сталкеры бродят. Ну что ж, теперь отправляюсь к Юрику. Не зря, что я для него доставал Хеклер Кок под патрон, который использует ПМ. 9 на 18. Поэтому отправляюсь к Юрику, который находится у нас вот в этой части. Да, дошел до Юрика. А тут у нас перестрелочка появилась небольшая. Небольшая. Да не стреляйте вот так. Помогите, помогите. Ой, маманя. Помог, короче говоря. Юрик, ну что, постреляли неплохо. А куда ты собрался? Надо с тобой поговорить. Спасибо, друг, ты мне очень помог. Я это не забуду. Хорошо. Юрик, коптишь еще небо? Копчу помаленьку. Как там дела с автоматом? Нашу Ола пробовал. Неплохая машинка. Держи вот. Да с такой машинкой я король свалки. Спасибо, мсыт не будешь. Давай солью тебе на ПДА рецептик. Пользуйся. Послушай, Меченый, можно еще тебя попросить? Да что за день такой? Всем чего-то нужно. Ладно, говори. Я только вчера с кордона вышел. Ничего не умею, решил доказать всем, что я чего-то стою. Но не повезло, сразу он на бандиков нарвался. Пустым возвращаться стыдно засмеют. Вот если бы у меня часть какого-либо монстра была, например, Бюрера, тогда бы я не мог спрятать глаза от стыда, когда вернусь в лагерь. Может, найдешь? А я тебе расскажу про уникальный артефакт. Бюрера, ну ты запросил новичок. Ладно, будет возможность, принесу. Хай, Юрчик. Нужна еще рука Бюрера? Да, конечно, у тебя есть. Ну, лови, великий охотник. Теперь я в лагере с гордым видом ходить буду. Истории пора расскажу. Про тебя, конечно. Да про уникальный артефакт я слышал разговор бандитов между собой. Тут совсем недалеко, в забытом лесу за болотом, лежит уникальный артефакт. Изумрудная медуза. Правда, находится он у больших камней, где логово собак. А там химер полно. Да и другие монстры могут быть, поэтому... Они туда и не сунулись. Вот так вот. Ну что ж, спасибо, Юрик, за наводочку. Надо будет как-нибудь потом сходить. Теперь куда можно отправиться? Давайте посмотрим. Подобармену сфотографировать. Кстати, как можно заметить, сфотографирую я достаточно много аномалий. Осталось раз, два, три, четыре. Сделаю я это всё без записи, чтобы не тянуть резину. А потом сдам Сидоровичу. Но если всё-таки возникнут какие-то вопросы, то можно даже сделать по этому поводу специальное отдельное видео. Ну ладно. Это если уж вы попросите. Ну что ж, а теперь, наверное, отправляюсь я в бар. И перед этим ещё пощёлкаю всякие аномалии и мутантов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok